Комплекс мер поддержки многодетных должен быть ощутим и понятен для мам, говорит председатель профильного комитета законодательного собрания Игорь Чемерис. Семьи получили поддержку почти на все нужды в комплексе. И поддержку немаленькую. Раньше компенсация на коммунальные услуги была 30%, сейчас 50%. Также компенсируют 50% оплаты жилого помещения и полностью расходы на капремонт. Теперь есть компенсация за проезд, на приобретение лекарств, на школьные принадлежности, на школьную и спортивную форму. Бюджет края дает 2500 рублей в год на каждого ребенка для походов в музеи, кинотеатры, на экскурсии. А еще за семейный автомобиль теперь не нужно платить налог из своего кармана. Подготовка закона шла с опорой на общественность. В середине ноября в селе Владимира Александровская партизанского района выездной социальный комитет представил законодательную инициативу «Ясно и понятно для всех», скомпоновав в едино все, на что имеют права многодетные. «Люди могут многодетные семьи видеть. Я считаю, что действительно правильно. Мы должны поддерживать тех многодетных семей, мам, которые родили много детей, и мы должны в этом отношении дать им поддержку. Во всем. В ЖКУ, в том, как они собираются в школу, как они детей определяют на занятия спортом, дополнительное образование. И вот этот комплекс мер, он должен быть ощутим. Тогда люди нам в этом отношении верить. Потому что получается вот этот диссонанс между декларируемым и получаемым, мы должны его просто вот нивелировать». Все знают, что многодетные семьи в Приморье сегодня получают бесплатные земельные участки, а также региональный материнский капитал при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка. Все мамы в этом случае оформляют ежемесячную денежную выплату. Ну а тройням в Приморье бесплатную большую квартиру дают сразу. «Время нас заставило принять отдельный закон и прописать все меры поддержки для многодетных семей. Потому что институт семьи, вопрос демографии, они крайне важны для устойчивого развития территории и, в принципе, для развития экономики. Потому что одно без другого не бывает. Сделали там дополнение с точки зрения льготы по жилищно-коммунальным услугам, льготы по капитальному ремонту, по мерам поддержки, по сборам школы. Соответственно, та совокупность мер, она уже будет, на наш взгляд, совершенно ощутима». Родители больших семей на встрече с депутатами отмечают, что появление в крае отдельного закона для защиты прав многодетных семей с невысоким доходом – очень своевременное решение. Единый документ упрощает получение нужной информации и зримо дает понять, льготы охватывают почти все сферы жизни. Размер выплат и компенсации существенно возрастает каждый год. Важно, что меры социальной поддержки смогут оформить многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход ниже двух величин прожиточного минимума. Ранее необходимый доход для получения выплат не превышал величины одного прожиточного минимума. Его величина в регионе сегодня составляет для трудоспособного населения 13 218 рублей, для детей – 13 699 рублей. Максим Яковлев, Станислав Лазимный. Новости на восьмом.